Я не хочу кашу. Заставлять не буду. Хочу печенье. А печенье получают дети, которые едят кашу. Не ешь кашу, не получишь печенье. Давай иди в свою комнату. Давай, давай, иди, иди. Вставай, иди. Пошла. Дим, давай на следующей неделе. Что случилось? Где моя дочь? Не устроивай скандал. Соседи услышат, Лиза приболела. Я ее отправила к бабушке. И ты мне говоришь об этом только сейчас? Мы с тобой договаривались месяц назад, что сегодня я заберу Лизу. А ты мне даже не позвонила. Во-первых, ты нарушаешь общественный порядок. А во-вторых, вместо того, чтобы лечить свою дочь, я должна была обзванивать, кого попала, и говорить, как ей плохо. Я не кто попала. Я ее отец. И я тебе не верю. Что ты опять сломала? Вторую руку? Может быть, ногу или сразу шею свернула? Ты не мать. И я докажу это. И твои друзья меня не испугают. Привет. Спасибо, что пришел. Да брось ты. Рад помочь школьному приятелю. У тебя был по телефону взволнованный голос. Давай выкладывай, что у тебя. Мне кажется, что жизнь моей дочери угрожает опасности. И кто ей угрожает? Моя бывшая жена. Тихо, 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 тихо. Не плачь, не плачь. Что с ручкой? Опять мама толкнула, да? Ну ничего, моя хорошая. Скоро мы с тобой будем жить вместе. Ты считаешь, что твоя бывшая сделается над ребенком? Да, я так считаю. Дело в том, что у Лизы были синяки по всему телу. Но моя бывшая сказала, что это последствия после гриппа. Но это, конечно, бред какой-то. Ну, вообще-то так бывает. Ты что, мне не веришь, что ли? Дим, область веры не моя прерогатива. Ты почему позвонил только вчера? Вчера был мой день рождения. Я должен был провести этот день с дочерью. Но бывшая сказала, что Лиза больна и находится у бабушки. Ну, я позвонил теще, просил, чтобы она позвала Лизу к телефону. Она не позвала, я еще звонил раз пять, пока теща не перестала отвечать на звонки. Я поехал к ней, но она мне не открыла. А раньше теща с тобой так же общалась? Да нет, конечно же. Я боюсь, что моя бывшая что-то сделала с Лизой. Ладно, я позвоню местному участковому, он разберется. Это бесполезно. Почему? Дело в том, что моя бывшая полицейская работает следователем в убойном отделе. Субтитры создавал DimaTorzok Проходите, пожалуйста. Вот из органов опеки по поводу соседского мальчика. Ну, что ж, не буду мешать. Кофейку поставлю. Кофе будете? Нет, спасибо. Красивая девочка. Ваша дочь? Да. Так, о чем вы хотели поговорить? О семье Романовых. Точнее, про их сына Федя. Поступил сигнал, что Феде опасно жить в семье. Постоянные пьянки, рукоприкладство. Нездоровая атмосфера. Федя, хороший мальчик, только вот семью ему не повезло. Он иногда приходит к нам, вот, играет с Лизой. А могу я с Лизой побеседовать? Дети порой могут многое рассказать. Понимаете? Ну, как тебе удалось узнать, что эта гадина сделала с Лизой? Да, твоя бывшая жена говорит, что Лиза у тещи лечится от гриппа под контролем Зинейды Бромфман. Одного из лучших педиатров города. Не может быть, это неправда, она врет. Ну, извини, иногда все оказывается не так, как кажется. Ты, кстати, не знаешь, с кем встречается твоя бывшая? Ни с кем, она замужем за работой. Мы поэтому и расстались. Ты представляешь, она каждый... А тот мужчина? Какой? Да нет, никакой. Так что ты говорил по поводу жестокого обращения слезы? Эй, да не добьешься ты этим ничего. Да. Не стоит связываться с бывшими одноклассниками. Завтра все кончится. Мы все сделаем правильно. Так, дорогая? Конечно. Ты, я, что тебе нужно от моей жены? Бывшей жены, дай пройти. Она не бывшая. У нас ребенок, тебе этого не понять. Отойди, дурачок. Как она за тебя вышла вообще? Подонок. Лучше быть подонком, чем таким чьимом. Ну, слушай, у Диминой тещи действительно есть подруга, педиатр Зинаида Исаковна Брофман. Петрова говорит, что девочка лечится под контролем. Брофман. А в данный момент, Зинаида Исаковна, отдыхает за границей по туристической путевке. Ну и что? Консультацию по телефону еще никто не отменял. Лечение по телефону? Не знаю. Петрова говорит, что Лиза серьезно больна. Что-то она скрывает. Дочь она свою скрывает. Я тут установил на телефон Петрову прослушку. Это незаконно. Так мы же прессе Леданилу помогаем. Ну мы же даже ничего не расследуем, у нас дела нет. Чего ты вскочил? Рогозина узнает, расстреляет. И за что я должна вас расстрелять? Алло? Юля, объясни, что происходит. Я не могу больше врать твоему бывшему. Либо ты говоришь, что случилось, либо я ему скажу, что Лизы у меня нет. Мама? Только не плачь. Лизу похитили. Как похитили? Когда? Ты в полицию сообщила? Мама, я сама полиция. Я делаю все, что нужно. И сейчас мне нужна твоя помощь. Выполни все, о чем я тебя прошу. Так надо. Дима будет только мешать и путаться под ногами. А что это такое здесь происходит? Похищена дочь следователя убойного отдела, Юлия Петровой. Петрова, видимо, решила сама найти свою дочь. И поэтому в полицию за помощью решила не обращаться. Будем считать, что информацию о похищении мы получили из анонимного источника. С этого момента все следственные действия будут проводиться на законных основаниях. Действовать нужно быстро. Что нам известно о Петровой? Петрова, Юлия Игоревна, 35 лет. Следователь в убойном отделе. Воспитывает трехлетнюю дочь Лизу. Выливаю жесткое решительное. Профессионал своего дела. Не удивлюсь, если похищение Лизы связано с ее профессиональной деятельностью. Похищена? Как? Когда? Кем? Боже мой. А почему она мне ничего не сказала? Видимо, чтобы сконцентрироваться на поисках Лизы. Боже мой, моя девочка. Это ужасно. Похитители редко возвращают детей. Кошмар. Мне страшно. Дима. Что мне делать? Как мне жить? Дима. Моя девочка. Нет, я не смогу без нее. Она для меня все. Дима, теперь вспомни, когда и при каких обстоятельствах ты в последний раз общался с дочкой. Конечно. В последний? Нет. Не надо, не говори так. Мы обязательно найдем ее. Конечно найдем, но ты должен рассказать все. Вчера по телефону Лиза как раз отправлялась на прогулку. С твоей бывшей? Нет. С няней. Соседская девочка. Ей 17. Ее зовут Таня. Она очень ответственная. Да, спасибо. Няню Лизу увезли на скорость с детской площадки. Черепно-мозговая травма. Судя по времени, это та самая прогулка с Лизой. После которой, по версии матери, Лиза внезапно подхватила грипп. Лиза! 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 И Петров обращается за помощью к школьному другу, капитану Данилову. Дима считает, что его бывшая жена Юлия сделала что-то плохое с их дочерью и Лизой. Петрова – следователь в убойном отделе, поэтому отец не надеется на помощь полиции. ФС выясняет, что жизни девочки угрожает не мать, а неизвестные преступники. Кто-то похитил Лизу, но Юлия Петрова почему-то не заявила о преступлении. Мы допросили Таню, она рассказала о похищении Лизы. Это не ваше дело. Я сама прекрасно справляюсь с поисками своей дочери. Юлия Игоревна, вы прекрасно знаете, что мы не можем проигнорировать информацию о похищении ребенка. Ваше вмешательство может только навредить Лизе. И если ей причинят хоть малейший вред, вы за это ответите. Итак, капитан Любаев, значит, вы работаете в отделе Юлии Петровой. Да. Мы с Юлей давно знакомы. Она была любимой студенткой моей матери на юрфаке. У нас дружеские отношения. Возможно, поэтому она обратилась ко мне за помощью. Но дело заводить вы не стали. Юля считает, что так лучше. Вы тоже так считаете? Нет. Я готов сотрудничать с ФС. Вам удалось что-нибудь узнать? Похитители предъявили требования? Вот похититель. Новиков Евгений Васильевич. Местный нарик. Я его нашел. Алло, Голубев, давай наряд, у нас труп. Ну где, где болото? Под мостом на Весенний. Ага. За 15 лет доблестной службы Петрова многих посадила. У нее явно не один враг. Но если похититель кто-то из этих красавцев, то вряд ли действовал ради выкупа. Петрова полицейский, а не олигарх. Тогда Лиза не будет возвращена никогда. А что, если похищение связано с новыми расследованиями Петровой? Любает говорит на ней два расследования. По одному делу подозреваемый задержан, по второму в бегах. Матин, подъем. Вставай, одевайся, мы тебя арестовывать пришли. Одевайся. Что я сделал еще, а? Валеру Гринько, помнишь? Убил ты его. У нас и официальная бумага на твой арест имеется. Валерий Гринько. Наш похититель? Наркоман на системе. Анализы я еще не делала, но, судя по всему, передоз. Следов Лизы в его квартире нет. Стало быть, Новиков всего лишь исполнитель. Похитители вообще не выходили на связь? Один звонок был. Вот с этого номера. Звонил мужчина, сказал, что требования озвучат позже. Номер, естественно, чистый и одноразовый. Угу. Угу. Спасибо. Да, продолжайте наблюдение. Доброе утро. Че? Нарушка отзвонилась. С восьми до десяти Петрова была в следственном управлении. Сейчас подъезжает в центральную парку. Похитители так и не вышли на связь. Плохой признак. Пугает спокойствие Петровой. Ничего себе. Что там? А помнишь, два месяца назад по городу прокатилась серия смертей от грязного героина? Ну да, еще интернет рубил, то, что полиция бездействует. Точно. Изготовитель был задержан и осужден. Порошок и сейчас с улиц смерти прекратились. Смотри-ка, дело вел наш знакомый Любаев. Так, Расслед находился на контроле у Петровой. А при чем здесь? В крови наркомана, похитившего Лизу, тот же самый порошок. Заначку использовал? Вряд ли. Какой наркоман будет хранить дозу два месяца? Возможно, заказчик расплатился с похитителем грязным порошком. Надо получить доступ к делу о наркотиках. Подожди. Да. Ага. Нарушка опять звонит. Говорит, Петрова странно себя ведет. Сейчас скинут видео. Значит, похититель все-таки вышел на связь с Петровой. Судя по всему, он потребовал выкуп за девочку. Ну, значит, похищение не связано с профессиональной деятельностью с Петровой. Нет, почему Любовь нам не сказала о выкупе? Ну, может, он не знает? Или боится гнева Петрова, она все-таки его начальница? Петрова явно не дура. Понимает, что мы следим за ней. И, несмотря на это, идет на поводу у похитителя. Рассчитывает, что мы его не спугнем? Ну, или она в полном отчаянии. Похищена трехлетняя Лиза Петрова. Ее мать, следователь убойного отдела Юлия Петрова, не желает сотрудничать с ФЭС. Она хочет выполнить требования похитителей и вернуть дочь. Петрова рассчитывает на помощь коллеги и друга Руслана Любаева. Но Любаев, несмотря на протесты Петровой, идет на контакт с ФЭС. Он установил, что Лизу похитил местный наркоман. Однако допросить его не удается. Наркоман найден мертвым. Мадин, с вещами на выход. Так-то. Говорил, уже надолго здесь не задержусь. А ты не верил. Не скажу, чтобы совсем уж скучно было, но скучать точно не стану. Пошевеливайся. В Петербурге выявили крупный канал поставки наркотиков. Не обошлось без участия сотрудников внутренних дел. Причем действующий офицер полиции не только успешно продвигалась по карьерной лестнице, но и сама оказалась наркозависимой. Все подробности у Александра Лысова. Последние дела Петровой. В том числе дело о грязном наркотике. Только что привезли. Смотри, во время ареста изготовителя грязного порошка было изъято 20 пакетиков. И где они сейчас? Ну, видимо, хранилища улик. Здравствуйте. Это Андрей Холдов из ФЭС вас беспокоит. Я получил доступ к делу номер 1442 дробь 7. Мне нужно знать, сколько пакетиков с наркотиком хранится в деле. Пересчитайте, пожалуйста. Да. Спасибо. Ручка, бумажка. Подземный переход в парке. А номер аппарата. Спасибо. Попробуем отследить звонок. Я сделала все, что ты хотела. Где Лиза? Если хоть один волос упадет с ее головой, ты труп. Я тебя с подземли достану и убью. За выкупом никто так и не пришел. Оперативник и пасмена дежурит в парке, но все без толку. Номер, на который звонила Петров, как всегда безымянный, но к нему подключена голосовая почта. Вот так получи доступ. Я чем занимаюсь? Алло, алло, да. Да, у аппарата еще. Думал, до вечера вас ждать буду. Девятнадцать? Не может быть. Дважды пересчитали. Так, хорошо. Кто имеет доступ к уликам? А еще? А кто в последнее время к вам заглядывал? Ясно. Отлично. Если кто-то позвонит на этот номер, мы сразу сможем прослушать сообщение. Из хранилища исчез один из двадцати пакетиков с наркотой. А три дня тому назад заглядывал наш друг, Любаев. Можно, Галина Николаевна? Да, конечно. Проверил дела, которые ведет Петрова. По-моему, есть зацепка. Так. Это Василий Мазин. Он не раз попадал в поле зрения полиции из-за наркотиков. Предполагают, что он руководит сетью распространения, но доказать его подчастности было невозможным. Однако, взят он был по другому обвинению. И какому же? До сегодняшнего утра он был главным обвиняемым по делу об убийстве, которое ведет Петрова. Так, а что произошло сегодня утром? С Мазином были сняты все обвинения. Он вышел из СИЗО. Оперативно. А на каком основании он был задержан? Нет оснований. В деле ни одной улики, указывающей на Мазина. Но ведь почему-то Петрова его арестовала. Я решил это выяснить. Так. Это выписка из журнала о проведении экспертизы? Именно. Судя по записям, в деле должны быть срезы с ногтей убитого Гринько, которые Петрова отправила на экспертизу. Она хотела установить, кому принадлежит Эпителий из-под ногтей. Установила? Ну, судя по записям журнала Дан, Эпителий принадлежит Мазину, с которым сегодня утром были сняты все обвинения, причем ни срезов, ни заключения в деле нет. Ну да, без срезов и оригинальной экспертизы доказать, что Мазин совершил убийство, невозможно. Хороший мотив для похищения девочки. Отлично сработано, братан. Да. Не сомневался, что сможешь. Да. Давай, давай. Галина Николаевна, только что была активирована голосовая почта, на которую утром звонила Петрова. Звонил Мазин. Значит, похищение Лизы связано с освобождением Мазина, а вкладка в парке для отвода глаз. У Мазина есть сообщник. В момент активации голосовой почты номер фиксировался вышкой сотовой связи, которая расположена в Королеве. А какая связь с Королевым? Любаев. У его матери там дом. Более того, личный номер Любаева фиксировался той же самой вышкой. Кстати, Мазин напоминается в деле о грязном порошке, который вел Любаев. И также никаких догадательств против него. Пусть Шустав с Даниловым отправятся в Королев. С момента освобождения Мазина прошло уже полтора часа. Пора бы похитителям вернуть Лизу. Вряд ли им выгодно торопиться. Похоже, нас здесь ждут. Я капитан Данилов, ФС. Я могу пообщаться с вашим сыном? Нет, его нет дома. Степа, смотри, что нашел. Нина Петровна, откуда у вас эта игрушка? Что он сделал? Что натворил мой сын? Нина Петровна, где девочка? У меня ноги больные. Я на второй этаж не поднимаюсь. Вы уверены? Вы не нашли ее? Кого? Девочку. Мама? Иду. Кто эта девочка? Я у тебя хочу спросить. Она спала наверху. А спала она, потому что ее усыпили. Вот этим. Ой. Круто для маленькой девочки. Все равно шстакан водки в нее влить. Ирина, что ты затеяла? Это я затеяла? Это я затеяла? Я всего лишь поднялась на второй этаж. Это твой сын мама затеяла? Твой сынок? Не смей наговаривать на Руслана. Давай, конечно. Бей, давай. У вас-то хорошо получается у вашей семейки. Ты для чего меня из детдома забрала? Чтобы я твоему Русланчику боксерской грушей служила? Ты никогда его не любила. Зато он меня, мама, любил. Периодически. Как выпьет, так сразу и полюбит. Что ты несешь? Я несу? Ты мне что сказала, когда я к тебе за помощью пришла? Мне было 15. Меня изнасиловал тот, кого я считала собственным братом, мама. Ну что ты врешь? Ты как будто не знаешь, на что он способен, а? Ты забыла, каким образом ты бедро сломал? Это он случайно. Ах, он случайно? А на ребенка тоже глаза закроешь? Ему оставишь? Дай мне телефон, я позвоню. Руслан все объяснит. Он тебе объяснит, как же. Хочешь спасти его, действовать надо по-другому, мама. Телефон любой во вне зоны доступа. Надо объявлять его в розыск. Ирочка предложила отнести девочку в торговый центр. И там ее оставить. Ну, там люди, охрана и девочку быстро бы нашли. И с Русланом не было бы никакой связи. А во сколько это было? Ирочка с девочкой уехали в 11, а в 12 пришел Руслан. В 13.30. Руслан знает о вашей затеи с торговым центром? Да, я сказала. Пришлось. Где она? Что ты наделал, сынок? Зачем? Где девчонка? Ты пойми, я тебе не только ноги могу переломать. Я тебе шею сейчас сверну. Ну! Ирочка увезла ее в торговый центр. Твою мать! В торговом центре девочку не находили. Думаешь, кто-то мог снова похитить ребенка? Скорее, Ирина изменила свои планы и решила не возвращать Лизу. Надо проверять все версии. А знаешь, от дома Любаевой до дома Ирины в поселке Белковка часа полтора пути. Значит, Любаев уже там. Сбросься адрес Шуставу. Ирина, не видели? На мной, к тетя Маша пошла. А, спасибо. Да. Игорь, впереди огромная пробка. Скидывай вариант объездного пути. Угу. Похищена трехлетняя Лиза Петрова. Оперативники связывают похищение Лизы с профессиональной деятельностью ее матери, следователя убойного отдела. После похищения дочери Петрова закрывает уголовное дело об убийстве и выпускает на свободу подозреваемого Василия Мазина. Улики против Мазина исчезли. Выясняется, что организатором похищения Лизы стал коллега и друг Петровой Руслан Любаев. В 13.40 с телефона Ирины поступил звонок на станцию скорой помощи. Алло, помогите. Он ударил меня. Везде кровь. У него пистолет. Белковка, Ленина, 25. Но дом Ирины 12-й. Значит, она пряталась у знакомых. Звоню Шуставу. А ты набери Данилову, пусть едет эту Белковку. Лиза, Лиза. Лиза. Лизонька. Лиза. Лизонька. Лиза. 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 Любаев, стоять! Руки вверх. Тело еще не успело остыть. Я думаю, что время смерти где-то с половины второго до двух часов дня. А это, судя по всему, орудие убийства. Ну да, похоже. Держи. Этот дом некой Андреевой Марии Павловны, которая сейчас отдыхает в Египте, а Ирина полевала у нее огород. Видимо, жертва боялась, что брат найдет ее в собственном доме, поэтому и пряталась у соседки. Да, а местные жители оказались отзывчивыми. Когда Любаев приехал искать свою сестру, указали на этот дом. Думаю, Любаев собирался вернуть Лизу Петровой. С чего ты взял? Он действовал с открытым забралом и понимал, что если вернет ребенка, Петрова его не тронет. Да уж, если Петрова заявила, что Любаев похитил ее дочь, пришлось бы признаться в собственном преступлении. Она ведь украла улики, она выпустила на свободу убийцу. Только почему Ирина не оставила ребенка в торговом центре? Вот вопрос. Где ребенок, тварь? Ты ее не получишь только через мой труп, понял? А ну не тронь! Ты чего? Не тронь! Ты что, забыла, кто я такой, что ли? Лиза, 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 Лизонька! Значит, Любаев все это время был рядом с Петровой для того, чтобы поддержать ее, а для того, чтобы контролировать ее действия и забрать ее лику, когда это будет возможным. Ведь он знал, что мы следим за каждым шагом Петровой. Поэтому никто и не пришел за твердком в парке. Это был обманный ход! Это Любаев нанял наркомана, чтобы тот украл Лизу. А сам с ним расплатился грязным героином, который украл из хранилища у лик. Вот урод! Накатите ребенка транквилизатором. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Не понимаю. Срезы с ногтей обнаружены в машине Любаева. Это срезы из уголовного дела, которые выкрал Петрова? Нашел Петерий Мазина? В том-то и дело, это не его, Петерий. Срезы с ногтей, которые Петрова передала, Любаева, принадлежат самой Петровой. Значит, эпителий Мазина там нет и не может быть. Умно. Значит, настоящие срезы по-прежнему хранятся у Петровой. Думаешь, она хотела их вернуть после того, как Лиза будет дома? Да нет, вряд ли. Бандитам не простили такой подставы. Я думаю, Петрова хотела иметь оружие против Мазина и Любаева на будущее. Запись Любаева. Из сейфа в доме матери Любаева. Он был в связке с Мазином. Вот посмотри. Он прикрывал его. Где мог, отмазывал. Где мог, содействовал. И вёл учёт своим услугам. Когда Петрова взяла Мазина на убийстве, Любаев любой ценой должен был его освободить. Иначе Мазин потащил бы с собой всех. Я думал, о Туркии уже никто не пишет. Привет, Валь. Привет. Что, зашёл проверить, как ваш герой? Да нет, скорее отступник. Слушай, открой, пожалуйста. Ну чего, причина смерти подтвердилась? Да. Обильная кровопотеря в результате ножевого ранения. Да, Любаев прикрывал Мазина и его сеть продажа наркотиков. Но в какой-то момент был вынужден посадить изготовителя грязного порошка. Слишком много было смертей. Ну да. Мазин решил, что Любаев проштрафился. А когда Петрова взяла Мазина на убийстве, Любаев должен был вытащить его любой ценой. Либо Мазин потащил бы их всех за собой. Лизе сделали промывание желудка так, что теперь всё будет в порядке. Спасибо вам. Хотя я бы и сама справилась. Да. И пошли на должностное преступление. Отпустили Мазина. Зато сохранила улики. Срезы с ногтей убитого, они у меня. У вас было припасено оружие против Любаева. А Любаев сохранил оружие против вас. Вот здесь запись вашего разговора. Вы соглашаетесь отдать улики против Мазина, закрыть уголовное дело и выпустить убийцу. И ни слова про дочь. Всё выглядит так, как будто вы добровольно пошли на сделку с Мазиным. Это монтаж. Я знаю. Только оригинальные записи Любаев уничтожил. Что со мной будет? Вы пошли на сделку с преступниками. Развалили уголовное дело. Я понимаю, какими чувствами вы руководствовались, но по сути, вы такой же отступник, как и Руслан Любаев. Вам придётся уволиться из органов. Это всё, что я могу для вас сделать. Жить надоело. Барышня, одевайтесь. Охренел. Федеральная экспертная служба. Капитан Шустов. Вы, гражданин Мазин, арестованы по подозрению в убийстве Гринько. Вот идиот. Меня только сегодня отпустили. Все обвинения сняли. Мы их снова предъявим вам. Гражданин Мазин, выходите из машины. А вы, барышня, можете навещать своего любимого. Правда, ещё лет 20 в колонии строгого режима. На выход!